Здравствуйте! Сегодня мы с вами нарисуем зимний этюд и сразу же стараемся заполнить его подмалёвой, чтобы дальше нам работалось легче. В подмалёве мы стараемся попасть в то, что небо более тёмное, чем снег, потому что снег подражает свет, и также потихоньку силуэтом нарабатываем некий ландшафт будущей картины, то есть делаем компоновку, и затем мы выращиваем потихонечку деревья, то есть располагаем их на своей картине, и для них же будем работать по-немногу везде и дорабатывать их. И помним, что мы должны показать некий мозг. Для этого мы делаем некоторые деревья более холодные чуть ли не синими, и также, и таким образом мы их убираем назад. А что-то наоборот более тёмное, лишновато, чуть ли не чёрное, вытаскиваем таким образом вперёд, и дорабатываем немного окружающую среду, добавляя в неё некую жизнь, небольшие детали, но не перебарщиваем с ними, дабы не замучиться. И стараемся в YouTube всегда передать состояние, состояние этой секунды, состояние этого дня, то, пока мы работаем, это наши чувства, то, как мы воспринимаем окружающую среду. И естественно, помимо состояния, мы для себя должны решить, кто же главный в нашей картины, и сделать на него акцент. Вытащить какое-нибудь дерево вперёд, сделавшим его более тёмным, чем всё остальное вокруг. Добавляя в него даже побольше деталей, чтобы опять же был некий акцент. И также потихоньку заполняем окружающую среду, не забываем про неё. Мы не можем работать с одного угла к другому. Мы работаем везде понемногу, там, чуть-чуть, здесь, чуть-чуть. Для того, чтобы у нас гармонично шла работа. Ребёнок же сразу взрослый не рождается. Также и здесь картина сразу готова, не может быть, мы её не принято. Мы постепенно нарабатываем и усложняем всю композицию и весь колорит всей работы. Порой под конец кардинально меняя некоторых героев или какие-нибудь объекты. Что по цвету, что по рисунку. Потому что мы изучаем, изучаем окружающую среду через кисть, через цвет. То, как мы можем это воспринимать. Воздух легко передаётся через перспективу. То есть показать, что есть расстояние между деревьями. Как это можно сделать? Через тон. Тон и перспективу. Точнее, тональный перспектив. Другими словами, каждый объект имеет свой тон. И, естественно, те объекты, которые ближе, они более для нас ярче, они более тёмные от того, что сзади. То, что он находится дальше. Они, наоборот, более туманные. И, делая их более туманным, они уходят, убегают назад. И также помню, что у них тон друг от друга, даже и не только тонный, но и цвет. Может быть, немного холоднее или наполнительнее. И таким образом мы и показываем жизнь. Таким образом мы и изучаем совет. И это мгновение, которое в нас уползает. А порой даже убегает. Когда мы и постепенно дорабатываем детали, вытаскиваем самые важные объекты. И таким образом потихоньку завершаем. Спасибо вам всем за просмотр. Всего вам доброго. О! О! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...